Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири Царя Давида, по имени Господи Царя Давида и Шукротостего, и сегодня мы будем читать 9-й Псалом. Что мы знаем о 9-м Псалме? Святитель Афанасий Великий настаивает на том, что 9-й Псалом содержит пророчества о сокровенных делах Спасителя, его рождении от Девы посредством Духа Святаго, чудотворениях, смерти, сошествия в ад, воскресения, ибо все это совершено им в тайне, сокрыл он это от князей мира сего. Пророк от лица человечества благодарит Спасителя за эти тайные дела. То есть пророк Давид в этом Псалме воспевает девственное рождение Холеста Спасителя, его смерть, его воскресение и его сошествие в ад. И мы начинаем чтение этого Псалма, который начинается словами начальнику хора по смерти Лабена, Псалом Давида. Кто такой вот этот Лабе? Есть точка зрения, что это навал, тот самый нечестивый навал, скряга, который отказался принять Давида в свой дом. Навал — это, значит, безумец. Ну, так как он называется врагом Израиля, то, скорее всего, все-таки это не навал, потому что навал он был врагом Давида, но не целого израильского народа. Поэтому существует такое мнение, согласно которому Лабен это имя надо читать через Ют после Бет, и получается Голиад. Голиад, то есть Голиаф. Тот самый Голиаф, с которым в единоборство вступал царь Давид, и которого он одолел в этом единоборстве. Потому что в другом случае трудно понять, о ком идет речь. Итак, предание устанавливает, что этот псалом был связан с победой Давида над Голиафом, а так как этот псалом — мессианский псалом, то он указывает на победу Христа над дьяволом, а Христос побеждает дьявола своей смертью, своим воскресением и своим сошествием в ад. А указания на эти события, они присутствуют в этом мессианском псалме. И первые слова псалма, мы читаем второй стих, «А буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». Этими словами Давид как бы говорит, нам есть за что прославлять Господа всем сердцем. Нам есть почему возвещать все чудеса Его, радоваться и торжествовать о Нем, петь имени Его. Значит, далее речь пойдет о каких-то очень важных событиях, которые подчеркивают величие Бога в деле домостроительства нашего спасения. Возможное прочтение этого отрывка «Благодарить буду Господа всем сердцем моим рассказывать обо всех Твоих дивных делах. Возрадуюсь и восторжествую в Тебе, воспевать буду имя Твое Всевышний». Здесь говорится о том, что этот псалом рассказывает о делах Божьих. То есть, будучи мессианским, он рассказывает о том, что будет совершать Мессия, Христос Спаситель, и дословный перевод соответствует такому смыслу. И далее Давид восклицает, «Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный». Действительно, враги не могут взирать на лице Божие. Они притыкаются и гибнут пред лицем Бога. В еврейском народе есть такое предание, что один император пришел к одному еврейскому мудрецу, который очень хорошо знал псалтырь, и он задал ему вопрос, «Вы можете нам показать Бога?» И мудрец ответил так, «Человек не может смотреть на Бога и остаться живым». Император спросил, «А почему?» Тогда этот мудрец сказал, «Придите утром, вот в полдень, в полдень, не утром, а в полдень, и я вам покажу». И когда, значит, в полдень, когда пришел император к этому старцу, солнце стояло в зените, старец сказал, «Посмотрите на солнце». Император сказал, «Нельзя смотреть на солнце, особенно в полдень». Мудрец сказал, «Солнце — это творение Божие, одно из многих-многих творений. Если вы не можете смотреть на творение, пускай в его зените, как вы можете смотреть на Творца?» Действительно, нечестивые не могут созерцать Бога, только чистые сердцем, сказано в Нагорной проповеди, Иисуса Христа могут созерцать Бога, и то имеется в виду очами веры. Поэтому Давид здесь и говорит, что враги его, они приткнутся и погибнут пред лицом твоим, то есть пред лицом Божьим. «Ибо ты производил мой суд и мою тяжбу, ты воссел на престоле, судья праведный». Но Христос воссел на престоле тогда, когда Он вознесся на небеса и воссел, одеснуя Бога Отца. И далее мы читаем, «ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого». Под нечестивым мы можем понимать как Голиафа, но и как Антихриста, сына дьявола и самого дьявола, который будет сокрушен Богом. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними, но Господь пребывает вовек». Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. Действительно, когда в день страшного суда Господь воссядет на престоле славы, Он совершит суд над народами, племенами, отдельно взятыми людьми по правоте. «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби». Угнетенный — это тот, кто нуждается в прибежище, то есть в неком убежище, куда он может убежать и скрыться от угнетателя. Наш угнетатель — это дьявол, который всячески злоумышляет против нас. И когда Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и угнетенные», он имеет в виду род человеческий, который трудится на дьявола и угнетен им. Труждающиеся и обремененные. Это труждающиеся на дьявола и обремененные грехами. Это та реальность, в которой живут многие-многие народы, племена и отдельно взятые люди. Но перед величием Бога у врага совсем не стало оружия. И города ты разрушил, погибла память их с ними. Действительно было много таких оккультно-бесовских цивилизаций, древности, где приносили в жертву детей, где разнузданность плотских грехов, где идолопоклонство, человеконенавистничество. Но они лежат в опрахе, эти города и эти цивилизации. Как и современные нам цивилизации, они тоже будут повергнуты в опрах. И один Господь будет существовать вечно. Давид эту тему развивает в словах, но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде, совершит суд свой над народами по правде. И будет Господь прибежищем, угнетенному, прибежищем во время скорби, и будут уповать на тебя, знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя. Господи. То есть, угнетенные будут уповать на имя его. И имеются в виду те, которые знающие имя его. А кто знающий имя его? Некогда один человек по имени Саввл шел из Иерусалима в Дамаск с письмами от пересвященников, чтобы перенести гонения на христиан из Иерусалима в Дамаск. И внезапно на его пути его сиял свет с неба, и он услышал голос, «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня?» И этот человек спрашивает, кто ты Господи? То есть, он хочет знать, с каким именем Бог остановил его. Потому что свет был божественный, величественный, который осиял его с небес. Почему еврей Саввл, который верит в единого Бога, вопрошает, кто ты Господи? Если бы там грек-язычник спрашивал, кто ты Господи, мы могли бы предположить, что он хочет узнать, то ли это Зевс, то ли это Артемида Эфесская, то ли это Аполлон. А когда еврей спрашивает, кто ты Господи, речь идет о том, что он хочет узнать, с каким именем Бог его встретил. И вот на нашем пути по этому миру мы должны тоже узнать имя Божие. И когда Саввл вопросил, кто ты Господи, он в ответ услышал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожда. И с этого момента Павел становится, бывший Саввл, Павел становится проповедником этого имени. И он будет свидетельствовать, что нету другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. И он будет призывать верных все, что вы не делаете, делом или словом, делайте во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому, когда мы читаем, что будут уповать на тебя знающее имя твое, то есть перед последним судом, во времена скорби, имеются в виду христиане, которые знают это спасительное имя, и они уповают на силу его. Как и сказано в Писании, имя Божие – это крепкая башня, и правильно делает праведник, что укрывается в ней. Засвидетельствовав о силе имени Божия, Давид восклицает, «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами, дела его, ибо он взыскивает за кровь, помнит их, не забывая вопля угнетенных». Вот указание на то, что возвещать имя Божье надо между народами – это свидетельство о церкви, потому что иудаизм не проповедуется среди людей других национальностей, это как бы вещь сама в себе, замкнутая сама на себя, хотя воля Божия была, чтобы Ветхозаветная церковь и весь еврейский народ стали бы светочем для других народов, но они эту миссию не выполнили. Эту миссию выполняет новый Израиль, церковь, которая донесла и Синайское откровение до всех народов земли и весть Евангелия до всех народов земли. «Ибо Он, то есть Господь, взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопли угнетенных». То есть Господь отомстит за всех труждающихся и обремененных. Здесь Давид начинает каяться перед Богом. «Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, ты, который возносишь меня от врат смерти». То есть от этого единоборства с Голиафом, с Гильятом. Это была угроза жизни Давида, но Господь вознес его, сделав победителем. «Чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах тщери Сионовой, будут радоваться о спасении Твоем». И мы помним, как радовались тщери Сионовой, когда царь Давид, точнее, тогда он не был царем, когда Давид вместе с царем Саулом въезжали в город, и тщери Сионовой кричали, Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч, и тогда ревность, она закралась в сердце Саула. «Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли, а не запутались ногами своими». То есть человек, который злоумышляет против другого, он сам потерпит великий урон. «Познан был Господь по суду, который он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих». То есть суд божественный, он не без милости, поэтому мы будем познавать милосердие Божие и на страшном суде. «До обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». То есть даже тогда, когда люди сойдут в ад, имеется в виду ветхозаветный период, они не навсегда будут оставаться там, потому что Господь, сойдя в ад, выведет их оттуда. «Восстань, Господи!» То есть воскресни, Господи! «Да не преобладает человек!» То есть человек греха, антихрист. «Досудятся народы пред лицом Твоим! Наведи, Господи, страх на них! Да знают народы, что человеки они!» То есть когда Господь начинает действовать с открытием своего лика, это может быть и проявление гнева Божия, когда суды Господни начинаются и становятся столь явными, что люди понимают, что-то мы сделали не так. Когда люди теряют свою страну, как евреи, они потеряли там Самарию сначала, потом Израиль потеряли, потом они потеряли и Иудею, когда их враги стали теснить со всех сторон, со всех границ, разные народы, там Ассирийцы, Египтяне, Вавилоняне, и когда потом была уничтожена столица, Иерусалим и святой храм. Но при этом враги народа Божия должны знать, что они человеки, и что все то зло, которое они злоумышляют против народа Божия, оно обрушится на их головы. И далее мы читаем 22 стих. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби?» То есть нам тяжело, Господи, не скрывай свое существование в этом мире, покажи свои суды, поставь на место нечестивых. «По гордости своей нечестивые преследуют бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют». Вот здесь говорится о том, что преследование других людей совершается даже не по какой-то нужде. То есть один человек нападает на другого именно по гордости своей, чтобы подчеркнуть свою исключительность. Действительно, а зачем нападать на бедного? Ну а что можно взять у бедного? А человек хочет показать свое значение. Человек, дыхание которого в ноздрях его сегодня есть, а завтра нету, он превозносится над ближним, чтобы утвердиться, самоутвердиться в собственных глазах. «По гордости своей нечестивой преследуют бедного». И ниже, 24 стих, «Ибо нечестивый хвалится похотью души своей». То есть нечестивый это тот, кто не стыдится похотью души своей, который хвалится похотью души своей. Любой нормальный человек, он испытывает стыд от собственных желаний похотливых, которые возникают в его сердце. а нечестивый, который хвалится похотью души своей, он приближается по своим безнравственным началам своей жизни к жителям Содома и Гаморы, потому что о них сказано «Содомляне не стыдятся, о своих грехах говорят открыто». Так сказано в Библии о Содомлянах. И когда кто-то хвалится похотью души своей, это печально. И надо сказать, что в период апостасии, когда грех будет объявлен нормой, тогда таких людей будет очень много. Как и в Новом Завете дается характеристика людям последних поколений, в последнее время сказано в Новом Завете люди будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа. Какими словами он пренебрегает Господа? Нечестивый говорит «не взыщет, то есть никто меня не накажет, никто с меня не спросит. Во всех помыслах его, то есть нечестивого, нет Бога, кричит нечестивый, это его помыслы. Он отрицает существование Бога, потому что хочет грешить без оглядки на Божий закон и даже на голос собственной совести. Как Христос говорит «Вы не идете ко мне, потому что я есть свет, а вы во тьме ходите, во свете обнаружатся ваши злые дела. Во всякое время пути его нечестивого гибельны, суды твои, то есть Господа, далеки от него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит сердце своем, не поколеблюсь в рот и рот не приключится мне зла. То есть нечестивые уверовали свою неприкасаемость, уста его, то есть нечестивого, полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба сидит в засаде, за двором, в потаенных местах, убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая все те свои, сгибается, прилег, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. В Писании сказано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И Давид восклицает, восстань, Господи, то есть воскресни, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных твоих до конца, то есть не оставь их и в аде. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говорит в сердце свое, ты не взыщешь, ты видишь, Бог действительно все видит, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою, то есть в день великого суда. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Самое древнее само наименование христиан это бедные, поэтому эти слова можно понять так, тебе предает себя христианин, здесь тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сирота это тот, кто не имеет отца, те, которые жили без знания об отце, это язычники, которые обрели истину, что есть Отец Небесный через принятие вести Евангелия. Иудеи имели представление о том, что существует Творец, была языческая безотцовщина, а сейчас немножко все поменялось местами. Тебе предает себя бедный, сиротет и помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, то есть умертви этого Гильята, Голиафа, Антихриста, так, чтобы искать и не найти его нечестия. То есть рано или поздно, когда Антихрист будет убит дыханием уст Христа Иисуса, то нечестие прекратится, и его нельзя будет найти на земле. Господь, царь навеки, восклицает Давид навсегда. Здесь он говорит о том, что царство Божие, оно начинается на земле, оно возникает в наших сердцах, но оно не прекращается. Исчезнут язычники с земли, язычники – безбожники, потому что в Новом Завете сказано, а язычники – безбожники в миру. Исчезнут язычники с земли его, «Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое». То есть Господь укрепляет наши сердца, когда внимает нашим молитвам, открывает ухо свое, и мы чувствуем, что каждое наше прошение не осталось неуслышанным. чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает боли человек на земле. То есть когда Христос воцарится, яко на небеси и на земле, и будет новая земля, новое небо, новый Иерусалим, сходящий от Бога с небес, тогда человек не сможет никого устрашать, да не устрашает боли человек на земле. Имеется в виду, что нечестивые, они пытаются устрашать праведных. Вот это все прекратится, когда будет одержана победа во Христе и со Христом. Ибо мы кто-то и что-то во Христе и со Христом, и мы никто и ничто без Христа. Христа 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 Продолжение следует...